Доброго времени суток, други мои! С вами Олег Трайвер. Сегодня предлагаю вам посмотреть коротенькое видео по теме «Как создать профиль для Суровой России?» Байкал, редакция 20. Один товарищ задал мне такой вопрос. Ну что ж, объяснять там на пальцах. Лучше я коротенькое видео запишу. Это нетрудно и недолго. Первоначально, что для этого нужно, прежде чем вообще заходить в игру, на примере, собственно, вот этой карты, она для версии ETS 2, версии 1.30. Вот она у меня тут стоит такая, откатил я ее. Это видео, собственно, касается для стимовской версии Евротрак. В стиме есть разные видео, достаточно их на ютубе, как откатывать версию, как менять версию игры. Это несложно найти, если есть какие-то вопросы. Откатывается версия на 1.30, потому что, еще раз повторюсь, карта Суровая Россия, Байкал, редакция 20, это для Евротрак версии 1.30. Это важно. Без этого никак. Только после этого, как откатили версию, выключили, там же есть окошечко со списком DLC, отключили в квадратиках галочки, чтобы эти галочки пропали, отключили DLC, GONG East, GONG East, Италия, Франция, Скандинавия, Балтика. То есть все DLC по карте должны быть выключены. Остается чисто базовая карта. И потом смело заходим. Разумеется, скачать карту тоже надо. Так, все, карта у меня скачана. Здесь у меня есть рабочий профиль по Суровой России. Я создам новый профиль, покажу, как это делается. Ничего сложного. Создаем новый профиль. Так, название, разумеется, должно писаться только латиницей. Так. Ну, как же мне... Так, как же назовем... Так, нет, давай лучше заглавными буквами напишем, да? Так. Так. Вася. 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 Ну пусть будет Вася. Такой Вася, Вася, да. Пусть так. Так, сейчас мы этого Вася выпьем. Здесь где-то есть такой прикольный чувак в шапке-ушанке-мать его. Вот он, красавчик. Такой. Ну и давай, вот мне 106-го нравится. Давчик такой возьмем, да? И вот мой любимый логотип. Здесь точно так же наберем название нашей фирмы. Пусть будет Вася. Вот давай еще напишем. Так. Вася ЛТД. Ну, пусть так. Так, теперь вроде бы все готово, да? Но! Есть один очень интересный момент. Я, наверное, даже покажу... Покажу как. Покажу ошибку, возможность, за которой у многих профиль при установке, собственно, самой карты вылетает. Многие делают так. Написали. И сразу создать. Так, секундочку. Дальше. Это я чисто для себя. И сейчас смотри, что произойдет. Все. Профиль испорчен. Этот профиль теперь только будет работать. Этот профиль только будет работать по Европе. Все. Так, подтверждаем выбор. А мне сейчас нужно выйти, не останавливая записи. Чтобы было все видно, все по порядку было видно. Ну, давай, закружайся. Просто я сейчас показываю, как не надо делать. Показываю, как делать не надо. Почему нельзя нажимать сразу? Так, 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 так. Так, заходим снова назад в профиле. Сейчас я покажу, что нужно сделать. Этот профиль, он уже испорчен. Даже если я сейчас зайду в модификации и поставлю карту в Саван Росе, все, этот профиль не будет работать. Он вылетит, черной мать. Потому что он уже зафрешмачен Европой. Так. Этот профиль удаляем. И создаем новый профиль. Блядь, так все громко. Сука. Так, ладно. Так, 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 так. О, все, вот так вот. Все, теперь громкость у меня установилась по моему профилю, по рабочему, где у меня есть вот километры мои пройденные и так далее. Захожу снова. А, нет, сейчас тут напутаю, но говорю. Вот, создаем снова новый профиль. Тот профиль я удалил. Теперь он, тот профиль, работал бы только по Европе. Еще раз повторюсь, снова создаю новый профиль. Так, пишем снова. Ну, если уж мы так решили назвать наш профиль Вася. Эх ты, Вася, Вася. Так, вот этого товарища в шапочке возьмем 106. Снова свой логотип. Снова назовем. Вася. Вася, Вася. Вася, ЛТД, твою мать. Так. И теперь понятно, почему нельзя создавать профиль сразу. А потом ставить карту. Порядок именно такой. Рисуем профиль. Потом заходим в модификации. И вот сейчас ставим карту. Ставится в таком порядке. Это я посмотрел у Димки на канале Добро Е. Ничего экспериментировать не буду. Поставлю так, как он поставил. Звуки ДВС. Мап 1. Мап 2. Так, мап 1, мап 2. Все правильно, все правильно. Мап 3. Так. Origin Байкал. Дальше. Лонг Тандем 1. Лонг Тандем 2. И... 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 И еще вот такой момент. Это все, что касается... Это вот по карте. Только по карте, да? И это вот, как бы, типа, такое дополнение. Почтой России. Можно поставить Почту России. Тогда все... Вся сеть магазинов, магнит, она будет переименована в Почту России. Если я Почту России не ставлю, собственно, и останется первоначальная сеть магазинов, магнит, вот эти объекты и грузы, они останутся магнитовскими. И магазины будут называться, собственно, магнит. Ставим профиль, все переименуется. Ставим профиль, ставим Почту России и все переименуется. Весь магнит переименуется в Почту России. Я ставить сейчас не буду. Здесь еще есть... Зима, Гололед. Ну вот. Есть зима, Байкал. И, собственно, Гололед. Сейчас я это ставить не буду. Это уже на усмотрение. Я предлагаю для первого запуска вообще поставить только чисто одну карту. И посмотреть, что из этого получится. А потом уже ставить разные дополнения. Зима, Почта России, там еще там что-то. Там колеса, грузы, прицепы, тяжелые грузы, там внедорожные прицепы, различные грузовики. Первый запуск. Сделайте именно так. Только одну карту. И ничего больше. Даже без этого можно запустить. Но, в принципе, ладно. Я поставил. В таком порядке. Пусть так. Так. Теперь у нас к этому профилю привязаны эти карты уже. И только в этом случае, только теперь, когда к профилю привязаны карты, только теперь создаем. Ну, идет загрузка. Это первая загрузка. Она всегда идет долго-маленько. Маленько-тонко. Так, выбираем, ну, любой город. Вот это, собственно, карта. Ну, тут только те города, где есть гаражи. Я Хабаровск выбираю. Так, обучения нет. Блин, а звук сейчас убавить. И вот, собственно, сам Хабаровск. И вот наш трак. Продукты. Вот, собственно, объект Эльдорадо. Я уже проверял, как это работает Почта России. А если я ее поставлю, вот этот объект и все объекты магниты, грузы магнит будут переименованы в грузы и объекты Почты России. Ну, собственно, вот все работает. Так, маленько пролетимся. Ничего не виснет, не гаснет. Собственно, все на месте, все есть. И так далее. Вот такая ерунда. Все, теперь все работает. Еще раз хочу повторить. Перед запуском игры обращательное внимание, для какой версии ETS2 у вас эта карта. Это касается, собственно, для любой карты, не только для Суровой России. Ставить любую карту можно на ту версию, на которую вам придется откатить. Откатить ETS. Не важно, какая карта. Эта карта Суровой России для версии ETS2.1.30. Откатили карту в стиме. Убрали DLC. По карте, еще раз напомню, Гранд Крист. Франция, Италия, Скандинавия, Балтика. Остается чисто базовая, дефолтная карта. Перед созданием профиля, то есть, как вы напишите сам профиль, имя дадите, выберите все иконки. Сам профиль сразу не создаем. Заходим в модификации. Сначала заходим в модификации. Выбираем, ставим, собственно, карту. Только после этого подтверждаем создание карты. И после этого только уже внизу нажимаем кнопочку создать профиль. Вот только после этого все будет работать. Ну, я думаю, надеюсь, я помог. Ну, вот, как-то так. А за тем не прощаюсь. До новых волнующих. Пока-пока.